Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. В сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о подключении счетчика через три трансформатора тока. У меня выдалась такая возможность собрать щиток учета на базе металлического щита с монтажной панели. Ну, в общем, счетчик установлен здесь, три трансформатора тока, все это дело сейчас подключим. Сразу скажу, что счетчик я буду подключать по схеме, изображенной на его корпусе или в паспорте. Есть такое разногласие, в пулу говорится, что вторичные схемы трансформатора тока должны быть заземлены. Но заземления по схеме, указанной в паспорте и на корпусе, счетчика нет. Поэтому в одном из случаев, когда я заземлил каждый вывод и два трансформатора тока, у меня возникли проблемы при приемке счета в работу, в эксплуатацию. Поэтому в данное время я счетчики собираю согласно схем, предоставленных в паспорте, кроме одного условия, то есть ноль. В данном случае кабель, у меня будет сюда заведен медный кабель ВВГ-НГ-ЛС, сечение 50 квадрат. Естественно, что нулевой вывод я не смогу подключить на 10 или 11 клемму, как вот показано по схеме. Естественно, что нулевой вывод я вначале подключу на нулевую шину, а потом отдельным проводником прокину до счетчика. Такая схема правильная, имеет право на жизнь и энергоснабжающая организация без проблем ее принимает. А то, что касается заземления вторичных цепей трансформаторов тока, то здесь возникают разногласия. Ну и все, это было такое небольшое уступление. Теперь приступим. Так, трансформаторы тока у нас установлены. Установлены они в прямом направлении, то есть это вывод L1, это вывод L2. L1, L2, L1, L2. Соответственно, вторичные выводы это E1, это E2. То есть подключаем счетчик в прямом направлении. Все вторичные цепи токовых цепей, да и цепи напряжения, в том числе, буду собирать проводом ПВ-1, жесткий провод, медный ПВ-1, сечением 2,5 квадрата. Хотя, в принципе, в цепи напряжения можно подключать проводом 1,5 квадрата. Это допустимо ПВ-1. Ну, у меня провод 1, бухта 1. Так что буду подключать сечение 2,5 квадрата. Так, продолжаю собирать. Вот уже собрал фазу А полностью. Этот трансформатор тока фаза А, это начало обмотки, это конец, это фаза А цепь напряжения. И1, С1, начало обмотки провод проходит на первую клемму счетчика. С E2 провод проходит на третью клемму счетчика. И фаза А по напряжению, этот проводок, проходит на вторую клемму счетчика. Всё, таким образом, фаза А у нас уже собрана по учёту. Осталось собрать ещё 2 трансформатора тока и завести 0. Смотрим. Так, уже собрал фазу Б. Всё аналогично. С клеммы И1 провод уходит на четвёртую клемму счетчика. С клеммы И2 трансформатора тока провод уходит на шестую клемму счетчика. И на пятую клемму счетчика приходит провод от цепи напряжения фазы Б. Вот отсюда. Всё, осталось собрать фазу С. Итак, подключил уже трансформатор фазы С. Всё аналогично. С клеммы И1 провод уходит на седьмую клемму счетчика. С клеммы И2 трансформатора тока фазы С провод уходит на девятую клемму счетчика. И фаза С на прижинческая уходит на восьмую клемму счетчика. Сейчас подключу на счетчик ещё нулевой провод. Проведу его сюда. Здесь вот будет установлена нулевая шина на изоляторах. Вот этот провод сюда и проброшу. Итак, в принципе, всё готово. Весь монтаж, всю коммутацию вторичную я стянул стяжечками. Такими стяжечками. То есть вот весь шлейф. На вторичные выводы трансформаторов тока отдел защитные крышки для пломбировки. Но в данном случае пломбироваться не будет. Это технический учёт наш. Внутренний технический учёт. Нулевой проводник. Уходит на десятую, одиннадцатую, нулевую клемму. Клемма она общая. То есть без разницы можно сюда подключить, можно сюда подключить. В принципе, достаточно одного проводника. Тонкого маркера у меня в наличии не было. Поэтому маркировку я сделаю в виде бумажных бирок. На каждый проводник сделаю бумажную бирочку. Здесь и здесь. То есть на каждом проводнике. Ну и я стал сюда ещё установить шину ПЕ. Заземлить все металлические конструкции на её. И всё, щиток готов.